Вновь лайф, прямой эфир и главная новость этого часа. Сергей Иванов освобожден от должности главы администрации президента. Иванов назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В новой должности он сохранил место в Совете Безопасности России. Путин отметил, что был довольна работой главы своей администрации. По словам президента, Иванов сам попросил перевести его на другую работу. Теперь глава администрации Антон Войно. До этого он занимал пост зам руководителя администрации Кремля. Путин отметил, что его кандидатуру рекомендовал сам Иванов. Войно отметил, что на своем посту продолжит антикоррупционную работу, которую начал его предшественник. Также новый глава президентской администрации пообещал сотрудничать с правительством. Путин обратился к Войно. Президент рассчитывает, что под руководством Войно работа администрации Кремля будет эффективной без пустого бюрократизма. Новый руководитель администрации президента считает важнейшей задачей ведомства обеспечение деятельности главы государства, борьбу с коррупцией и аналитическую работу. Путин поручил Войно поддерживать рабочие и востребованные контакты с Кабмином. Ранее Войно занимал пост зам руководителя администрации президента. Ему 44 года. Он родился в Таллине. В 1996 году окончил факультет международных отношений МГИМО в Москве. В 1990 он работал в посольстве России в Токио. В 2000-е перешел в управление протокола президента. Далее перешел в аппарат правительства. Зам руководителя администрации президента он был с мая 2012 года. И сейчас на прямую связь с нашей студией по скайпу выходит Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Господин Абзалов, приветствую вас. Неожиданная весьма отставка господина Иванова. Как вы думаете, в чем причина? Может быть состояние здоровья или что-то иное? Ну, различные сходят слухи. Надо также понимать, что Иванов достаточно возрастной политик. Плюс ко всему он очень сильный именно общественно-политический деятель. Очень хорошо индексируется. У него очень высокий положительный рейтинг. Соответственно, на фоне того, что в 2017 году администрация будет работать сверхинтенсивно, это потребует очень жестких таймингов, очень жестких решений. Уже сейчас происходят некоторые отставания. На этом фоне, конечно, назначить главу протокола фактически в прошлом является достаточно разумной идеей. А Иванов, который является сильным именно общественно-политическим деятелем, вывести в общественно-политический контур. Я напомню, что несмотря на то, что Иванов получил статус спецпосланника, он, тем не менее, сохранился в рамках САГБЕЗа. Да, вот это очень интересная история. Это, опять же, подчеркивает его значимость для президента. Я правильно понимаю? САГБЕЗ – это фактически такой клуб, с которым президент встречается чуть ли не каждую неделю. Особенно на фоне ситуации с Украиной, ситуации с Сирией. Там представлены основные игроки, включая Патрушева, например, или, соответственно, министра обороны. Поэтому это подчеркивает статус Иванова, что его не просто кто-то куда-то пытается скинуть, а то, что он переходит в общественно-политическую составляющую. Просто интересно, что вот и Патрушев, и все остальные, и министра обороны, соответственно, Шойгу, они имеют параллельно еще какие-то очень важные должности. А здесь, получается, советник по экологии в САГБЕЗе. Не слишком ли это странно звучит? Он спецпосланник. Это особый статус. Плюс ко всему следует отметить, что экология – это такое направление, в котором можно заниматься практически по всей стране непосредственно. Поэтому это важное направление. Плюс ко всему к этому надо добавить, что важно, что существует площадка. Если человек сохраняет статус спецпредставителя, например, советника, либо помощника, это означает, что он как минимум раз в полгода, в зависимости от протокола, как ни парадоксально, встречается с президентом. Доступ к президенту – это тоже очень важный, составляющий, важный ресурс. Он все-таки ушел не в какую-нибудь научную деятельность или так называемую общественную пенсию, а он все-таки сохраняется в обойме. Но при этом с него сняли именно основную нагрузку административную. Потому что быть главой администрации, совмещать эту позицию, например, с общественно-политической деятельностью будет крайне сложно. А Иванов может очень понадобиться президенту, с учетом того, что следующий год будет предвыборный. И в это время именно на доверенных лиц федеральных и на, соответственно, людей, которые его окружают, вяжет основная нагрузка по продвижению повестки. Мне кажется, вы немного забегаете вперед. Уже год выборный, я имею в виду, в Думу, конечно, президентский через два года. Вот как раз кадровая перестановка может быть связана с сентябрьской историей в Нижнюю палату? Нет, потому что, во-первых, уже все кандидаты зарегистрированы. Плюс ко всему это направление курирует УВП, Управление внутренней политики, и непосредственно Володин. Соответственно, войной сейчас, его основная задача связана именно с выстраиванием именно деятельности президента прежде всего. А это прежде всего тайминг именно под президентские выборы 2017-2018 года. До парламентских выборов осталось совсем немного. Большинство, все кандидаты практически уже зарегистрированы, которые прошли регистрацию. 13-го числа оканчивается срок. И сегодня идет жеребьевка. Поэтому я бы сказал, что раз с выборами там более-менее все понятно. Дмитрий Игоревич, вот вы вспомнили Вячеслав Викторович, а почему не Володин, кстати, стал главой администрации? А войну, человек, не скажем, не совсем медийный, как мне представляется. Во-первых, Вячеслав Викторович занимается внутренней повесткой, внутренней политикой прежде всего. А администрация, помимо этого, еще много чем занимается. Это первый момент. Второй момент. Я напомню, сейчас Володин, сейчас он находится непосредственно, переехал на Банный переулок и занимается непосредственно выборами. И его вытаскивать из избирательной кампании и давать ему нагрузку сверху администрацию, это фактически серьезное ослабление возможностей работы в избирательной кампании. Я напомню, он же возглавляет региональную группу, в которую, кстати говоря, он и поедет, в которую входит в том числе Саратовская область. Поэтому это то же самое, что взять и вытащить очень сильного технолога, в данном случае политтехнолога, из обоймы, для того, чтобы назначить его главой администрации. От этого очень сильно пострадала политическая часть. Тем более перед 2018 годом. То есть, дальнейших перестановок вы не ожидаете. Это не временная какая-то история. То есть, война останется как минимум до 2018 года, Володин его не смеет и Иванов, скорее всего, останется в роли спецпосланника до 2018 года, до президентских выборов. Ну, это сложно оценить сейчас на данном этапе. Но, я думаю, война пришла надолго. Это речь идет не о ближайших нескольких, условно говоря, неделях. Никто не будет это делать после 18 числа. Но после 18 числа какие-то кадровые перестановки возможны. Это, скорее всего, будет Кабмин. Я сомневаюсь, что это будет администрация президента непосредственно. И уж тем более стратегические позиции, типа глав управлений. Мне кажется, что базовые изменения именно в администрации мы сейчас увидим. Если какие-то изменения произойдут на среднем уровне, то есть, например, какие-нибудь замы управления, либо, соответственно, руководители отделов, это, скорее всего, будет происходить более кулуарно и серьезный резонанс не вызовет. Вот, кстати, о замах. Дмитрий Габетович, Владимир Островенко, вот имя и фамилия, что-нибудь говорит вам про этого человека, это новый зам в администрации, я так понимаю. Он пошел на место в войну. Ну, он не является ярко выраженным публичным политиком. Скорее всего, представляет контур, связанный с управлением, референтуру, либо протокол. Надо посмотреть на это. Пока что мне это имя мало что говорит. Я понимаю большинство наблюдателей. Да, спасибо огромное. Напомню, это был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Он был на связи с Лайфом. Мы обсуждали отставку Сергея Иванова с должности главы администрации президента. Отныне он занимает место спецпосланника главы государства по теме экологии и транспорта. И при этом сохраняет место в совбезе, что важно.